Парадный вход, резных ворот, ухоженные дорожки, красота цветочных клумб. Наверное, подумают иные, только так и должен выглядеть церковный двор. Однако старинный храм помнят и другие времена. История храма иконы Казанской Божьей Матери в Карталах начинается с 1861 года. Оренбургские казаки 6-го отряда, переселившиеся из станицы Табынской на берег реки Карталы-Аят, построили на центральной площади своего нового поселка деревянную церковь. Простояла она недолго. В 1891 году, во время сильнейшего пожара, сгорели почти все дома Полтавки, в том числе и здания храма. На месте сгоревшей церкви казаки начали строить новый, каменный храм. Строили всем миром, каждая семья помогала, чем могла. Однако основную часть расходов взял на себя Верхнеуральский, второй гильдии купец Андрей Зайцев, зажиточный житель Полтавки. Заново отстроенный каменный храм был освящен 17 июня 1911 года. Имя же благодетеля Андрея Михайловича увековечили в памятной доске. Новый храм и по своим размерам, и по внутреннему убранству, стал одним из лучших сельских храмов Верхнеуральского уезда. Казаки жили и работали с верой в душе, чтили Бога, Царя и Отечества. Но пришли иные времена. В середине 1933 года храм был закрыт, а вскоре и разграблен. По требованию властей были сброшены колокола, разрушены колокольня, купола и иконостас. Сожжена большая часть икон. В здании храма обосновался клуб. Второе возрождение храма началось через десятилетие забвения. Полуразрушенное здание храма было возвращено православной общине в ноябре 1989 года. Возвращаясь к вере, новое поколение картолинцев вновь принялось восстанавливать храм. В конце 1999 года храм был признан памятником культовой архитектуры. 19 августа 2014 года. В храме идет служба в честь праздника Преображения Господня. Прихожане, среди которых много молодых мам с малышами и детей-подростков, уютно расположились в тени резных беседок и на игровой площадке. Особенно воскресные, праздничные дни. Детей приходит очень много. Причащаются на праздники, на службы. Ну вот для детей у нас как бы есть детская площадка, что время им проводить, пока ждут. После службы, до причастия. Мне все нравится. Тут все очень красиво. Батюшка все сделал. Красиво. Очень все нравится. Дизайнерский подход к ландшафту территории храма, в котором присутствует много растений и камней, можно назвать архитектурной находкой. Здесь есть даже фонтан, вода из которого бьет, пробиваясь сквозь камни. Кстати, фонтан был подарен храму одним из прихожан. Бывший железнодорожник Сергей Михайлович, выйдя на пенсию, так воплотил свою мечту и заодно сделал доброе дело для всех земляков. Многие из прихожан с удовольствием помогают в благоустройстве территории. Помогал травку поливать, например, поливать. В общем, тебе тоже это создает удовольствие. Еще я помогаю в алтаре батюшке. У нас батюшка делает довольно-таки часто, объявляет самблона, что сегодня у нас субботник, и все желающие, кто хочет помочь, остаются. У нас есть грабельки, лопатки, все такое. И желающих очень много, территорию убирают. Но так, конечно, специальные люди, кто ухаживает за цветами, каждый день поливает. У нас, видите, с яблоками какой. Все удивляются, приходят, ну как такие яблоки на таких маленьких деревьях. А яблок в церковном саду действительно, на удивление, много. Служители храма позволяют отведать их вкус всем, кто пожелает. Что может быть прекраснее? Попробовать плод яблока в яблочный спас на фоне нашего красивого храма. Колокольный перезвон известил о начале крестного хода. Несмотря на рабочий день, прихожан собралось много. С хоруглами и церковными песнопениями, присутствующие на молебне, прошли вокруг храма. Глядя на светлые и радостные лица, как не верить тому, что во время крестного хода с человека снимается все негативное, что накопилось за время, и даруются здоровью каждому и процветанию городу. В этом году исполнилось ровно 10 лет со дня назначения настоятелем храма Протеерея Алексия Зотова. За это время произошли существенные изменения, как внутри, так и снаружи храма. Добавилось два престола. Появился новый иконостас. По-новому расписаны стены храма. В 2010 году был снесен пристрой в северо-западной части Казанского храма, нарушавший его каноническую форму при виде сверху в виде креста. Возведены новые купола с крестами, благоустроены здания трапезные. И специально для прихожан было построено здание для благоустроенного санузла. При храме открылась воскресная школа. Люди благодарны отцу Алексию за проявление заботы о них. Все старается, все делает. Если сами обращаемся, он не откажет ни у чем. Посмотрите, нам и туалет даже теплый построили. Все тут построено. Это такое, а это туалет теплый. Все есть. И школа, и библиотека, и все есть. И там даже видели фонтан. Хоть маленький, в карталах уже бросили все, и все. А здесь хоть маленькие дети, и то радуются, приходят хоть. А восемь приобретенных колоколов словно пробудили восстановленное колокольное. И заполнили пространство вокруг храма особой энергией. Управляют колоколами звонари Андрей Беспалов и Александр Ярошецкий. Вот это, например, звон, как в Свято-Екатеринском мужском монастыре. Наподобие, как она жировка. Звоню я не один с Александром. У одного у меня так не получится. Когда музыканты, вот их несколько, получается более и гармония, и полноценный звук. Чем как бы больше, тем лучше. Ну, конечно, надо согласованно все. У нас и православие, суть тоже. Вот мы всегда один, это силы в одном мало. А когда нас много, мы уже силы огромные. Храм един для всех случаев жизни. Сюда люди приходят и в горе, и в радости. Ведь молитва помогает пережить трудную минуту и благословляет перед добрым начинанием. Наши прихожане, они замечательно отозвались. И они, в общем-то, и раньше отзывались. И сочли нужным, что и наш храм-то, наверное, тоже достоин, чтобы здесь приходили и получали радость, утешение нашей картолинцы. И в горе, когда у них расставание с ближними. И радость, когда чествуем праздник или на крещение приводим своих детей. И как-то вот они приложили все помаленечку старания свои. Отмечать, в общем-то, некоторое. Это заслуга всех картолинцев, по сути. Потому что отметить можно тех, кто, видимо, помогает. Но вот надо, наверное, не забыть и тех, кто тайно. Как вот Господь сказал, надо творить милостыню, чтобы одна рука не знала, что делает другая. И вот в последнее время надо, конечно же, пожелать добрые слова. Вот кто к русске для пожертвований приносит свои... Кто-то крохи, а кто-то вот в последнее время счел нужным и положил давную существенную сумму, на которую мы пытаемся вот сейчас преобразить иконостас. Сейчас у нас пишутся новые иконы в храме, они уже часть уже готовы, мы просто их не повешили, часть пишется. То есть, я считаю, за 10 лет пребывания в Картолах, все-таки, надо сказать, картолинцы, на мой взгляд, они преображаются, уж сочетая с сегодняшним днем праздника, они все-таки становятся лучше. Все-таки как-то относятся более с пониманием к проблемам сегодняшнего дня и церкви, и, я считаю, друг другу, и к другим людям, к нашим, какие бы ни были. Поэтому, дорогие друзья картолинцы, вот и я вам сегодняшний день желаю мира, любви, согласия и в чизе с наименованием праздника преображения, преображения, лучшего, конечно же, преображения, те испытания, перепития, которые нам приходится сегодня переживать, конечно, и прошлые годы, они направлены на одно. Чтобы мы не уповали на свои силы человеческие, чтобы мы не земными удовольствиями только занимались устроением земной жизни, а, наверное, более думали о духовном, о любви к Богу, и самое главное, о любви и понимании друг к другу, чего и хотелось вам пожелать. Спасибо, Господи.